Ребята, всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как можно полностью слить воду из системы омывания автомобиля, из бачка омывателя. Для чего это нужно? Это обычно нужно осенью, в начале зимы, при заливе незамерзайки. Чтобы залить незамерзайку, нам нужно сначала полностью слить воду, которая эксплуатировалась в системе летом, и залить незамерзайку. Если воду полностью не слить, то получается, если у вас хотя бы четверть бачка или пол бачка воды осталось, вы заливете туда незамерзайку, соответственно, ее концентрация уменьшится. Она разбавится с водой, и уже при небольшой минусовой температуре она может замерзнуть. Соответственно, чтобы этого не произошло, нам нужно слить воду из системы омывайки. Как это сделать? Для начала хочу рассказать о том, как слить, если вода уже успела замерзнуть в этом бачке. То есть частенько бывает, либо забыли, либо никогда было, полный бачок воды, к примеру, у вас, и ночью ударили морозы, и бачок замерз. Что делать? Чтобы ее слить, нужно этот бачок, соответственно, растопить. Как его растопить? Он обычно промерзает довольно-таки сильно, вода может замерзнуть еще и в трубках омывателя, и в насосе. Поэтому не надо там ничего, зажигалка нигде не надо греть, нужно ехать в теплое место. Это может быть, к примеру, подземная парковка какого-то торгового центра, магазина, либо на автомойку можно поехать, туда заехать, и там придется постоять часок или другой, час или два надо стоять, чтобы все это оттаяло. Соответственно, когда уже бачок и все трубки оттают, можно потихоньку все это сливать. Вот теперь расскажу и покажу, как можно слить все это дело. Чтобы слить воду из бачка омывателя, есть, в принципе, два основных варианта. Первый вариант мы просто, как обычно, используем омыватель, включаем его и ждем, пока не кончится вода. Но данный вариант, он применим, когда в бачке немного воды, то есть если там четверть, например, четверть бачка воды осталась, либо вообще на донышке, то можно без проблем так слить ее, но нужно учитывать, что небольшое количество воды все равно на донышке останется, поэтому нужно полный бачок и замерзайка задолить после этого. То есть вот мы берем просто, у меня вот там немного, наверное, где-то одна шестая часть бачка осталась. Включаем. Ну да, он даже не сразу льется. Включаем и держим. Почему нельзя делать это при полном бачке? У вас за то время, пока весь бачок выкачается, может моторчик сгореть или перегреться. То есть целый бачок не стоит насосом вот так выкачивать. Иначе могут быть проблемы с ним. Если у вас немного осталось, то, в принципе, за минуту, наверное, где-то сейчас сольется, я думаю, это все. Может, и не сольется. Вот, кончается же вода. Все, даже слышно, как звук поменялся у моторчика. Ну, еще можно так пару контрольных выстрелов, как говорится, сделать. Все, моторчик уже на сухую работает. Ждем, пока выключатся дворники. Все, выключаем зажигание. И пойдем посмотрим под капот. Вот у нас бачок омывайки здесь. Как мы видим, ну, пустой вроде так визуально. Но, скорее всего, там, где место ниже насоса, все равно воды остается немножко на донышке. Поэтому лучше под самую крышку залить незамерзайку, чтобы максимально концентрация незамерзайки осталась, чтобы с водой не размешалось. Это вот вариант, когда у вас немного воды осталось, омыватель. Если же у вас полный бачок, то здесь наиболее простой вариант. Такой я уже тоже делал один раз. Мы снимаем насос омывателя. То есть на других автомобилях, не знаю как, вот на колене он просто... Берешь его, вот эти разъемы выдергиваешь электрические, и вот этот насос просто выдергиваешь наверх. Он вот здесь вот на резиночке сидит, довольно-таки плотно. То есть его хорошенько за него цепляешься, выдергиваешь наверх. И здесь, соответственно, отверстие, куда он вставляется, из него польется вода. То есть здесь можно... У меня два моторчика, потому что у меня в кузове универсалка Алина. Поэтому сзади тоже омыватель стоит. То есть на передний, на задний омыватель отдельные моторчики. Можно любое снять. Вода выливается, чтобы она быстрее и максимально полностью вылилась. Можно открыть крышку. То есть мы открываем крышку. Ждем, пока все выльется. А когда она перестает уже течь, или там маленький напор, можно что еще сделать. Вот я на своей практике это попробовал. Оставляем здесь дырку открытой. И вот сюда берем, вот так ладошку зажимаем, получается. И в эту получившуюся дырку просто дуем. Резко дуем, получается. Создаем давление избыточное. И отсюда фонтанчиком все это выливается. Единственное, здесь генератор лучше прикрыть тряпкой, чтобы все не намокло. Дунули туда, все вылилось. Все, у нас остается практически сухой бачок. Соответственно, теперь можно уже заливать туда незамерзайку. Все, берем канифру и заливаем. Как я уже сказал, лучше залить сразу полный бачок. Но у меня столько нету. У меня осадки с прошлого года. Я еще новые камнисты не купил. Поэтому залив столько есть. Все, залили. Закрыли. И теперь покажу важный момент, который многие искуски упускают из вида. Тоже упускают многие автолюбители. Это то, что в бачок-то мы залили незамерзайку. А в трубках-то осталась вода. То есть, если мы сейчас в таком состоянии машину оставим на ночь, то все замерзнет. Соответственно, трубки могут треснуть. Чтобы этого не произошло, надо немножко включить этот омыватель, чтобы прокачать воду из этих трубочек. Вот мы видим, уже пошла незамерзайка. И визуально, и по запаху мы это чувствуем. И не забыть надо про задний тоже. То есть, все, ждем, пока сзади тоже потечет незамерзайка. Сразу видно, как она пенится. Все, систему прокачали. Получается, сейчас у нас и в бачке, и в трубках везде незамерзайка. И можно, не боясь, уже оставлять машину. Ничего в ней не замерзнет. Продолжение следует...